Аниме смотри весь день Что нужно для атаку? Большой мягкий диван Что нужно для атаку? Светной плоский экран Хентай, запускай, Юри, посмотри Устойся поудобнее, кайф лови Веспи, предки твои Ненавидят японцев За то, что тебе придумали слово НЯ Каждый божий день одна и та же фигня Это аниме тебе убьется Ну и, думайте мне интересно Наконец, это конеец А, не Народ, нас... Расходимся А если серьезно, то давайте уже просто сделаем вид, что это все Куда дальше? Я не знаю, каким образом у Сао вообще еще остается фан-база Последний сезон вообще ограничился всего двумя мемами Хватит Вы же собственным фанатам надоели И, бред, холопы, с вами швейт-наслуга Оры Сао И непосредственно перед своим обзором Я бы хотела вспомнить про свою подругу Зряло Которая, как минимум, нравилась А может быть, даже нравится Сао Я иду по Миле Я встаю на колени Я молюсь Я молюсь, Господи Иисус и пастор мой добрый Прости меня за все дерьмо, которое я сделал И за то, что издевался над людьми Надеюсь, они меня простят Я больше так не буду Это уж точно Ну, а теперь перейдем к правде Сао — это аниме, породившее Исикай Хотя, по факту, ГГ не были прямо в другом мире Но игра, в которую заперли ГГ, была настолько реалистичной, что фактически была полноценным миром А что по сюжету? На дворе 2022 год Это не так далеко Может начинать копить на эти игрушки Компьютерные технологии позволили создать полное погружение Благодаря которому в реале игрок просто лежит овощем в шлеме Но при этом полноценно бегает и сражается в виртуальном мире Хотя при том условии, что в этом мире нет боли Я не понимаю, как они чувствуют все остальное Например, вкусы... Ну ладно Проведя прикольный день в игре ГГ и его новоиспеченный друг Кстати, угадайте его роль в аниме Правильно Друг ГГ, который тоже хочет гарем Но он не ГГ И вот под конец дня парни хотят выйти из игры А кнопки выхода нет И тут перед ней появляется чувак в плаще И поясняет, что фиг ему не выход Пока кто-то не пройдет игру до конца Там 100 уровней Удачи А если вдруг кого-то в реале попытаются отключить Снять шлем Ему грозит немедленная смерть Ну и умереть в игре тоже опасно для жизни Вот что значит страх потерять аудиторию Сказать, что план так себе Конечно, ничего не сказать И все сказали Но я скажу Почему никто не проверял шлемы? Серьезно! Конечно, порой техник бывает бракованный Но тут было выпущено 10 тысяч бракованных товаров И это весь поток Я боюсь спросить А кто-то вообще шлемы просматривал? Затем гениальный создатель игры Видимо вообще не учел того Что может случиться землетрясение, например И просто-напросто пропадет электричество Ну и ГГ, кстати Его зовут Кирита Решает начать прокачку и прохождение игры Через месяц он встречает другу ГГ Асану Но потом они опять расходятся А Кирита вступает в гильдию Где себе еще и подружку находит Но по итогу все померли Кирита решил, что во всем виноват он Так что ему лучше больше ни с кем не связывался Чтобы не страдать вновь А потом наступает следующая серия И вот ГГ на чистом энтузиазме Таскается с какой-то лолей И помогает ей в воскрешении ее питомца А потом еще и предлагает ей стать в реале друзьями А потом Кирита опять встречает Асуму С которой они получают миссию от автора А именно найти убийцу И уж не знаю, любит ли автор Сундеры или что еще Но герои начинают постоянно сталкиваться во взглядах Кстати, за саму серию они поругались всего раза 3,5 Но если исходить из слов одного из персов Они вообще как окошко с собакой Потом у нас еще одна серия, где Кирита находит нового участника для своего гарема Он ломает ей меч, взбесил ее во время пути к цели Но одно поглаживание по головке И ручка не во сне уже влюбили тянку в Кирюху И вот она почти призналась, Кирита аж покраснел Но тут прибегает Асна Оказалось, что они с Киритой не только друг друга знают Но и готовы вновь посраться А действительно, чем не посраться на ровном месте И новая ученца гарема ментально понимает, кого ГГ выберет И сливается Но теперь самое время сводить ГГ и главу гарема А как известно, лучшая девочка – вкусноготовящая девочка Опять руганье на ровном месте Но все же приготовили и пожали Потом Асна прямыми угрозами Хотя при условии, что в безопасной зоне умереть нельзя Чувства боли тут нет Угрозы какие-то совсем не угрожающие Заставляет Кирита вступить в группу Романтическая дуэль за девушку Парные хокки По итогу одной из них Асна еще и говорит Что не знала бы, что делать, если бы Кирита умер Да, мы прочувствовали вот вам флэшбеки Потом успел в гильдии Асуны Потом по-идиотски чуть не сдох Чтобы Асуна проявила себя как сталкершу и спасла его А потом они потрахались сексом Вообще, у аниме Рейдинг Пиджи-13 Но я прочитала главу, на которой это основано И вот вообще не было горячо Короче, Кирита у нас Который, по его же словам, даже не дрочил ни разу до этого Мастер по сдерживанию оргазма И еще постоянные пояснения за то, как все это устроено С технической точки зрения Вот просто стоит тебе только завестись Наступает время уроков информатики от автора Информатики Да и, в принципе, мне даже завестись не получилось Потому что это все скучно Извините, может быть, я избалован тегами хентая Но хета чесала, это скучно А пока я ругалась на хентая Вранабе ГГ уже поженились Кстати, у нас уже 11 серия Если кому интересно, почему в жанрах нет гарема Ну, далее у нас идет повседневность Которая затягивается от 13 серии У ГГ еще теперь есть дочь Стекло с дочерью Потом они находятся за тлей игры Которому еще не придумали цель Почему он решил всех запереть в игре Так что... Он просто забыл Спасибо за проработку героя, что ли Ну, окей Герои выходят из ком и идут титры Что ж, спасибо, что завезли сюжет на полторы серии Я уж думала уснуть Только вот у нас до конца еще один серий, окей О чем будет сериал? Я не хочу вас огорчать, дорогие авторы Но в повседневность вы могете так себе Так что можно сюжет И да, сюжет есть Избитый, но хотя бы не такой нудный, как предыдущие 14 серий Не все игроки САО проснулись Среди непроснувшихся есть Асуна И хотя она, овощи, ее батя все равно нашел ей жениха Кстати, Асуна у нас оказалась девушка из богатой семьи Ну, давайте кое-что уточним Асуну нельзя было выдать замуж против ее воли Просто откройте чертову 24 статью Конституции Японии Родители Асуны могли бы ее продать как вещь Только до отмены Старой Конституции То есть до внимания 1947 года Да и то, я сомневаюсь, что в качестве овоща А у них на дворе уже 2024 А еще на Конституции Японии Мечет США, которую через Верховный суд им вообще ЛГБТ-браки легализовали Кстати, в мире САО такие браки можно заключить И да, я знаю, что сам герой САО знает, что это незаконно Нам как-то срать на это знание Будьте хотя бы вы у меня умными А еще раз Асуна овощ, хотя я как доказала ее еще в нулевых Лучшая девочка Коматозная девочка Теперь-то нужен новый участник Гарема То есть его сестра Все путем, они кузены А, да, Асуна у нас тем временем не просто в коме А она в плену у злодея И не может сбежать Ага И пока мы не знаем, зачем нам это правда Эйван создает старохизм с тремя арками Первая арка, это арка еще одной участницы Гарема Нет, серьезно, почему в жанрах нет Гарема? У нас тут боль, печаль, депрессия Ну я хотя помню этот сюжет Потом идет еще арка, которую чаще всего считаю каким-то своим сном из-за передоза Сао Ибо это настолько уныло, что даже фанаты делают вид, что ее нет А потом еще арка Наполовину это Асуна воюет с мамой А на второй это стекло от девочки, которые вот-вот умрет Девочка однозначно вышла интереснее и прикольнее, чем 90% таких же героинь А вот полуарк про Асуну и мать какая-то жесть Которую я даже почти не помню Следом идет мувик, который, как по мне, нафиг не сдался Тип, вырежи его, ничего не изменится Окей, авторы впихнули ГГ мувика в финал последнего сезона Но тогда просто не просто сего впихивать Да и сама по себе история та еще идиоте Вот, например, чтобы скопировать данные, их надо вырезать На этом все Потом вышел еще сезончик колесизации на 47 серий Но его разбили на 3 части Тут у нас, в принципе, одна сюжетка Керита умирает И лучший способ поставить его в живых Запихать его мозг в еще одну игру Да сколько, сука, можно Вы всех больных запихиваете в игры На этот раз это непростая игра Тут у нас очередная попытка создать искусственный разум А цель у этого просто шик Чтобы все войны проводились в рамках выдуманного мира NPC Ну, в общем-то, только Знаете, если бы так можно было Люди бы вместо гонок вооружений просто рубили шахматы А еще у нас есть два новых перца Артур Пентрагон и Жанна Дак Я просто хотела сказать, что я не такая, как все У меня другие ассоциации с этими перцами Окей, проехали В этой арке два подсюжета Керита и Артур, он же Юджора Идут спасать Жанну, она же Алиса А заодно свергают тирана этого мира А потом спасают мир от злых америкосов А еще и спин-офф по первой арке второго сезона Там просто про девочек, которые играют в шутеры И делают немного Юри намеков Фух, вроде все перескало Поговорим о плюсах и минусах Плюс единственный История спидозницы Как я уже сказала, она вышла интереснее 90% таких же средневых историй о больных детях Я искренне хиза, как врачи допустили до донорства людей Синдромом иммунодефицита Но остальное там было хорошим Минус первый Неспособность следовать самим себе Я уже рассказала вам о женитьбе Асуны Которая по закону быть не может Но она будет, а еще отсутствие боли в игре Но она все равно есть А еще тут есть такой прикол Во время игры человек парализован Но при этом именно в игре проводятся тренировки сил самообороны Видите ли, в шутерах ты двигаешь глазами и рукой хотя бы А тут что? И давайте мы сразу перейдем к Кирита Который вытекает из этого минуса Аяши делятся на два типа Бесхарактерные, но обязательно добрые и заботливые Которые если имеют какие-то эмоции Какой-то героинь Эти эмоции таковы миосанцу А есть Аяши, чей характер меняется как ЭКГ при инфаркте И Кирита именно из второго типа Он боится вновь пережить потерю Поэтому он одиночка Он будет тусить с кучей людей Он любит Асуну и хочет быть только с ней Но будет откровенно при ней же домогаться до другой девушки Следующий минус в горе Я достаточно долго и сочно описывала вам первую половину первого сезона Но вы еще не знаете, как это выглядело в алисизации Там ГГ сначала получил в горе мученицу А потом тянку, которую пипец как любил его друг Нет, серьезно Парень отверг влюбленную в него девушку ради этой тянки Потом зашизил от мысли, что тянка выберет Кирита И когда нам уже дали намек, что его чувства взаимные Тянка решила, что раз он сдох, что париться, если есть живой Кирита Кстати, Кирита тупой, потому что Алиса явно ему в любви признается Он расстраивает шиперов Кирита Асуна как-то нехорошо Так что он тупо не замечает порыва чуста Алисы Минус четвертый ММО какое-то не ММО Хотя бы потому, что аватары тут создаются не как хочет игрок, а рандомом А конкретно в САУ они еще принудительно похожи на настоящую внешку игроков При этом все игры жестко связаны недожанрами Собственно, одна ММО это почти чисто шутер Ну, еще есть световые мечи КАМО, существует же песочица Там разнообразие больше, чем во всех сезонах этого дерьма Минус пять Злодеи в САУ делятся на два типа Злые, мерзкие, злодни и никем не понятые чуваки В концовке Алисизации вели чувака Кстати, его зовут Пох, который был несчастным, с тяжелым детством Именно поэтому стал маньяком, который хотел перебивать как можно больше японцев Еще бы им был интереснее, чем Я псих, потому что игрушки были деревянными А теперь оценочки Рисовка пять Нормуля, она достаточно объемная в нужных местах И становится лучше с каждым сезоном Персонаж два Помимо Кирита со скачками настроения У нас есть, например, его сестра Серьезно, ее рот может измерегать что-то, кроме тупости? Почему ты не убегаешь? Почему не вопишь? Потому что ты тоже человек Неужели ты не видишь? Я орк! Но ты человек, не так ли? Мы ведь с тобой сейчас разговариваем Разве нужны еще доказательства? Зато тут есть пидожница Сюжет С каждым разом он становится лишь хуже Хотя спать я уже хотела не так, как на первой арке Плюс пидожница, плюс пинов Должен зайти фанатам какого-нибудь ММО по Старворцу Так что три Мозга тут неплохая Я время от времени слушаю некоторые оппинги Но и то не все, так что пять Итого 3.75 Сало это откровенно проходное аниме В начале К тому становится все только хуже Просто, знаете, с ним даже остались только те, кто научился получать удовольствие от дегенератства Остальные просто слились в другие сикаи и гаремы Но хотя бы не такие убогие А сейчас ты напишешь в комментариях о том, какая я двуличная морозина Потому что у меня Дакимакура одних из самых фанцеренцевых персонажей А здесь у меня висит постер по второму сезону И не только здесь Давай, давай, я жду этот комментарий Да! И на этом все Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии И на всякий случай я бы хотела сказать, что все те мои знания по ММОшкам, которые я получила, пока делала этот обзор Я получала от брата Потому что сама я за это вообще вымешала И всем пока!